Здравствуйте, уважаемые пользователи Adwego! На сегодняшнем мини-ролике я расскажу про маленькие хитрости для авторов и зообмастеров. Хитрость первая. Предположим, что веб-мастер проверяет работу и не успевает ее проверить. В таком случае можно вернуть к маленькой хитрости номер один. Итак, вот наша работа для модерации. В конце работы, как мы видим, есть несколько активных ссылок. Мы нажимаем ссылку «Вернуть на доработку». Отправляя работу на доработку, мы пишем следующий текст. Не успевая проверить вашу работу, пожалуйста, пришлите ее на проверку снова. В данном случае мы нажимаем дальше кнопку «Вернуть на доработку». Но есть у данного способа некоторый минус. Не следует этим способом слишком злоупотреблять. Дело в том, что у веб-мастера дается время на проверку работы от 3 до 5 суток. Автору на доработку работы дается всего 1 сутки. А в течение этих суток автор может просто ездить перед компьютером, может потом уехать и так далее. Получается, что он автоматически откажется от работы. Не исключено, что работа, которую вы отправляете на доработку, может быть очень неплохой и там требуется очень небольшая доработка. Поэтому здесь не злоупотребляйте. Хитрость номер 2 из той же оперы. На этот раз два авторов. Если автор, допустим, не успевает выполнить работу в другое время, не хватает там буквально нескольких минут, или может быть вырубился интернет, можно тоже поднимать такой хитрости. Допустим, отказаться от работы и тут же взять ее снова. Вот раньше вот здесь вот были такие вкладочки, что нужно сразу взять. Сейчас это сделать нельзя, можно найти ее тем же путем, как и раньше. Через поиск работы. Вот сейчас мы найдем ту самую и возьмем снова ее в работу. То есть сейчас у нас снова появляется 3 часа на работу дополнительно. Опять же, таким способом злоупотреблять я также не советую, потому что есть некоторые авторы, которые берут работу, в течение дня постоянно то берут ее, то отказываются. В результате работа к концу дня так и не выполнена. Против таких авторов тоже есть особый прием. Как поступаю в данном случае, я сейчас покажу. Допустим, у меня запущен заказ в работу, я просто предъявительно останавливаю свой заказ. Данная остановка позволит мне добиться того, что автор, который этим геоупотребляет, выйдет из игры, что тоже очень неплохо. Еще одна хитрость. Если веб-мастер не хочет, чтобы его с заказами злоупотребляли, лучше ставить адекватное время на выполнение работы. Я советую ставить, например, полтора-два, край 3 часа на 2000 символов. Ставить сутки на выполнение такой короткой работы, наверное, нецелесообразно. Еще одна хитрость. Во многих заказах веб-мастеры требуют подвески веб-сайты с определенным титс и педж-ранг. У Яндекс.Бар есть специальная функция для этого. Например, если мы немножко опустим браузер пониже, то мы видим, что вот здесь педж-ранг отражается данного сайта. И титс. Еще титс можно посмотреть вот здесь. Так, что-то она не срабатывает, но здесь обычно... Так вот, видите, адвега и титс тоже 275. Это один из вариантов. И есть еще один вариант. Это посетить специализированный сайт. Вот этот сайт. Введем сюда для проверки адвегу сайт. И нажмем проверить титс и педж-ранг. Сейчас мы увидим результаты. Как видим, титс адвега 275. То, что мы там и видим, и педж-ранг равен 6. То есть мы все увидели, нам все показали правильно. Следующая хитрость. Во многих работах требуется сделать активную ссылку. Активную ссылку на сайт. Вот как она выглядит. Вот таким вот образом. То есть вводим такой код. Здесь ставим адрес сайта. Здесь указываем то, что нужно, чтобы название ссылки. И в результате введения такого кода мы имеем кодчиную ссылку. То есть ссылка будет называться сайт адвега. И при ее нажатии будет высвечиваться этот адрес. И мы будем выбывать на вот этот адрес. И, наверное, последняя хитрость на сегодня. Как вводмастеру облегчить себе вопрос создания заказов. Предположим, у вас есть какие-то заказы. Какие-то активные, какие-то нет. Вы можете создать много заказов с нуля. Как видите, вам вот здесь придется все заново впечатывать. Все данные. Все с нуля. Заново категорию выбирать и все остальное. Но можно себе жизнь заметно облегчить. Воспользоваться следующим способом. Заказы. Все заказы. Далее прокручиваем здесь все. И пишем, как делать. В результате мы получаем практически тот же заказ. Но уже заполненный. И здесь мы просто меняем названия, какие-то пункты. И после этого снова запускаем заказ. Согласитесь, это намного удобнее, чем заново создавать заказ. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...